Шанова и Пелегрино Ситуация, в общем, не изменилась в том смысле, что один фаворит, которому они уступили, выбыл. Здесь нет Сергея Устегова, который тогда в Швейцарии стал победителем. Но один фаворит в то же время вернулся, потому что здесь есть Йоханнес Клэг. И это не менее страшно, а в реалиях нынешнего сезона может быть даже более страшно, чем конкурировать с Сергеем Устеговым. Хотя, конечно, Пелегрино очень сильно будет стараться. И мотивация, главное для всех абсолютно элитных гонщиков, как на дистанции, так и в спринте, это одолеть. Вот этого вот норвежского выскочка, как многие считают. Непосредственной борьбе на трассе. Напомню, что Йоханнесу 21 год исполнился только в октябре. И он у нас еще не вышел из того возраста, когда лыжники проходят по молодежному зачету Кубка мира. Молодежный зачет Кубка мира, напомню, это лыжники до 23 лет. Ну и понятно, что в этой возрастной категории как-то зримо какую-то конкуренцию в этом сезоне хотя бы приблизительно может навязывать только Большунов. Опять разгон в технике в стиле суперспринта от Йоханнеса, что, кстати, не дает ему каких-то явных существенных преимуществ. По сравнению с Шанова, и они оказываются на одной практической позиции. Но старт для них был очень скоростным. Обоим помогло это сделать просвет. После первых нескольких сотен метров. Хотя в дальнейшем подравниваются все, но заковырялся совсем там на старте Эван Нортук. И у него, похоже, никаких шансов нет уже на разгоне. Дела у него обстояли значительно хуже, чем у конкурентов. То, что подтянется Пелегрино, в этом мы не сомневались. Думаю, что борьбу на таком уровне, конечно, уже не потянет. Эмил Йонсон, он большой молодец. Сумел попасть в финал сегодня. Но это уже не то, на что он способен. Не тот этап его карьеры, когда он сможет гоняться за ребятами калибра Пелегрина и Клэба, прежде всего. Хотя упираться он будет до последнего. И здесь хватает сил еще для того, чтобы растолкаться. А младший Нортук, к сожалению, совсем уже никакой. Но тоже добился определенного свершения в своей карьере. В финал сумел попасть. И здесь на решающий забег сил нет никаких. Он, скорее всего, добегает шестым. Пелегрино! Пелегрино хорошо взошел до совсем короткий подъем. И даже сумел опередить Йоханнеса Клэба. Он на первой позиции. К этому Йоханнес не привык. Ему сейчас придется на совсем короткой финишной прямой выстреливать из-за спины. И места для того, чтобы опередить соперника совсем-совсем немного. Успеет ли или нет? Пелегрино первый. Браво! Ну что? Непосредственно в ситуации, когда присутствует на трассе в спринте Йоханнес Клэба, он в этом сезоне терпит первое поражение.